Я хочу сказать, что Юрил Бычков был инициатором первой работы по гумерным системам в магнитном поле. И произошло это таким образом, что он прочитал в каком-то мало мне известном журнале японском о том, что произведены эксперименты с сильными магнитными полями, когда циклотонная частота больше кулоновского взаимодействия в электронной системе. И, значит, предложил заняться этим демом и привлек к этому меня. Результатом чего явилась работа, которая на два года опередила открытие дровного пантового эффекта холла. И на год, значит, в целом. Ну, работа эта состояла, собственно, из двух частей. Одна часть касалась вычисления электронных состояний, а другая касалась нейтральных возбуждений в тех же условиях. Ну, эта работа с нейтральными возбуждениями, экситонами, она на три года опередилась к исущению электронских водородов, которые, ну, в точности повторяют результаты. А что касается электронных состояний в таких условиях, то нам казалось, вначале казалось очевидным, что электронные состояния должны были состоять, лепиться из состояния нулевого уровня Нандау, как самой маленькой энергии. Ну, и, значит, как известно, вырождение в магнитном поле огромное. И, значит, это, ну, было этого понятия сформулировано, что вот нужно измерить нового уровня Нандау лепить волновую функцию. Но реально вычисления оказались очень сложными и к чему не привели. Значит, последующие работы с описанием двумерных электронных систем с дробным квантом Эффектом Холла, которые были развиты вскоре после экспериментального открытия, они эмузировались на этой сформулированной ранее предположении, что электронное состояние можно сконструировать исключительно из состояния первого уровня Нандау. Подобно знаменитой функции Лаффлина, ну, значит, сам по себе этот подход не дал никакой классификации возможных состояний дробного квантового эффекта Холла. Вот, но, тем не менее, вот считалось, что Лаффлиновская функция полностью решает проблему основного состояния. Вот, ну, легко показать, что это неправильно. Ну, легко показать, что ты знаешь, а трудно, когда этого не знаешь. Значит, свободная энергия заряженной системы в магнитном поле имеет вид внутренней энергии и дополнительный член, вектор потенциал внешнего магнитного поля умноженный на ток в системе. Значит, нужно ДР. Вот, значит, ну, если мы считаем, что нет никакого тока, то будет током. Это в магнитном поле, да? Это в магнитном поле. В магнитном, я не буду говорить только о системе. Да, я очень уверен. В сильном магнитном поле. Вот. Ну, значит, если мы имеем систему, ну, вот, подобную свободным электронам, то там тока никакого нет. Никакого тока нет. И поэтому будет, в этом приближении все будет определяться внутренней энергией. Внутренняя энергия, значит, ну, в отсутствие тока, она определяется это минимум H на Пси. Вне Пси волновая функция системы. Вот. Ну, и этот член не содержит ток. Но так как минимум, то если мы немного изменим вугловую функцию, то здесь будет квадратичная поправка. А этот член, в этом члене ток имеет поправку первого порядка. Поэтому, ну, и поэтому отсюда видно, что минимизация свободной энергии требует, чтобы появился выгодный ток с соответствующим магнитным моментом. Так что вот эта вот штука понизает, понижает энергию. И это утверждение ни от чего не зависит фактически. А так будет в любом случае. вот, значит, так как появление этого тока это означает возникновение ну, вихревых токов структур, то есть неустойчивость отношения к телевым структур. Ну, возникает неустойчивость, это очевидно. Остальное состояние несоответственность как геннадцатой любого магнитного тока. Значит, я хочу сказать но, естественно, что никакого порядочного тока нет, а возникают вихревые токи. У них магнитный момент этих вихревых токов может быть выбран так, чтобы это было выгодно. и на этом более-менее все кончится. Ну, значит, если у вас большой образец большого размера, макроскопических размеров, то у вас появится решетка вихреви. Вот, эта решетка будет ну, в большом макроскопическом аппарате нам будет периодической. Ну, и на этом ну, вот я здесь я сказал, что значит, после Лафлейновской функции была еще феноменологическая теория Джейна композитных фермионов, которая предполагала, что у электронов есть какое-то что они электроны в сильном магнитном поле одеты дополнительным магнитным потоком. это конструкции давала часть наблюдаемых дробей, но не все. так, 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 сейчас ну, вот в работе в 2009 году было вот это самое проделано и, значит, в большом образце вихри образуют вихревую решетку. В известном смысле вихревые особенности играют роль как раз дополнительного потока композитных фермионов. но это более удобно потому что дает дополнительную свободу в описании двумерная система ну и подобно в известном смысле подобно фазовому превращению. Значит, это аналогичное явление наблюдается в обращающихся жидкостях и рассуждениях фактически те же самые. Но, значит, для того, чтобы объяснить дробный холм этого мало потому что периодичность вихревой решетки не приводит к образованию значит, хотя она и периодична но вам нужно чтобы спектр носил зонный характер и на границах зон была щель и этого мало значит. Вот простая зонная структура возникает только для рационального потока эффективного поля магнитный магнитный вихревой вклад единицы в элементарной ячейке вихревой решетки должно иметь такой вид вот ВС это поток внешнего поля плюс К на Фи ноль это член связанный с вихрами А К является числом вихрей с единичной циркуляцией потому что единичная циркуляция дает минимум вот этот член нервный он квадратичен и он выгоден ну и значит в результате у вас должно быть вот выполнен я не понимаю где свет в серединочке а? средний да? нет выше выше вот ВС это вклад магнитного поля К феноль это дополнительный поток который обеспечивает себе хрень и это должно быть Л на Н феноль где Л взаимно простые числа а С это площадь элементарной ячейки вот самой нижней энергии соответствует единичной циркуляции каждого вихря ну значит если один электрон на каждую элементарную ячейку соответствует полному заполнению зоны и ну и сощению на ее границе и что дает плотность электронов единица на С вот она вот такого виду здесь б на феноль и целое это формула дает все наблюдаемые дроби с избытком ну потому что могут быть щели маленькие ненаблюдаемые в экспериментальных но любое наблюдаемое попадает на эту классификацию на какие джейновские выпадают из этой формы джейновские не выпадают наоборот лишние у него есть джейновские расширяются какие лишние остаются ну есть есть наблюдаемые лишние джейн не покрывает всех возможностей дело в том что есть формула джейна есть ваша формула ну она джейна меньше я не буду на этом останавливаться но я джейновский могу не поясните откуда берется требование взаимно простые числа веги объясним если у вас будет произвольный поток через вершину то спектр имеет случайный характер и чуть не везде плотен ну а ласберевский известный так давайте продолжим ну ну специфические свойства электронов и кривых решеток можно назвать не только посредственно дробному квантовому эффекту холла который требует существования щели на границе зоны но это бы проделывалось нетрудно получить для определенных моделей путем счета установлены почти всегда так же а та формула там знаменатели все нечетные нет они взаимно простые целые числа могут быть и четные знаменатели могут быть и четные знаменатели да вот ну значит вот ну кроме дробного флантового эффект холла может быть случай такой когда у вас внешний магнитный поток полностью компенсируется вкладом бихолерии и это вот в частности такая формула соответствует половину заполненному уровню ландаула в этом случае имеются два бихоля с единичной циркуляцией в элементарной ячейки имеются и другие случаи с большим числом бихлей в элементарной ячейки но я остановлюсь на этом случае потому что в связи с имеющимися экспериментами американской группы вот билет и другие выполненных в 90-м и 93-м году на поверхности пьезоэлектрического арсенида далее было сконструировано высококачественная гитара высококачественная здесь все должно быть стандартная гитара струбка в объеме пьезоэлектрика галлия осенид была генерирована поверхностная звуковая волна которая производила электрические поля действующие на двумерные электроны в сильном магнитном форме и было таким образом по потере была установлена амическая пронавимость двумерного газа при различных электронных плотностях наибольшая проводимость наблюдалась при половинном как раз при половинном заполнении уровня при плотности соответствующей половинном заполнении уровня ландавы эти результаты это довольно старые опыты не поддавались полному объяснению по разным причинам ни теории композитных фермионов ни черным саймонским полем причем оба подходы предполагали что существует ферми так как эффективного поля как будто нет то должна быть ферми поверхностью электронов вот я постараюсь сконструировать физическую картину и получить вычислить соответствующую проводимость модели дыхлевой решетки если полный поток через линтарь ячейку равен нулю то магнитные трансляции превращаются в обычные трансляции и любой периодический вектор потенциал дает нулевой поток через этого потому что интеграл по поверхности обращается многим периодически вот я ограничусь случаем сильного магнитного поля сильное магнитное поле имеет порядок пропорциональный магнитному полюсу а скажем улановское взаимодействие между электронами оно будет пропорционально корню квадратному из магнитного поля поэтому достаточно сильных полях это преобладает ну вот значит вот 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 эффективная гармитэнная здесь фурье образ фурье образ определяет обратную решетку по поэтому мы имеем периодический гомертониан с периодическим вектором вектором потенциала вместе с стандартным периодическим потенциалом я я плену значит могу принять такую модель что ячейка бриллиана в обратной решетке имеет формулу с двумя неэквивалентными векторами на ее границе х 0 и к 0 и штрих значит это означает что у соответствующая пространственная группа обязана иметь двумерное представление вот ну значит таким образом в этом случае у вас нижние скажем нижние заполненные зоны она будет иметь некую точку вырождения вот в этих кануле и значит у вас в результате возникает не фермия поверхности а фермия точки потому что как раз в этих точках происходит соединение со следующей зоны вот вот это написано мы имеем пять выраженные точки для двух различных зон совпадающей или означает закрытие щели на границе зоны эта ситуация хорошо известна в графене но нужно иметь в виду следующее что шкала расстояния у дыхлевой решетки связана с магнитной длиной полей для больших для ныне достижимых полей эта величина велика по сравнению с графеновским межатонным расстоянием это важно потому что электрическое поле которое генерировано поверхностной волной может может иметь волновую лину ну волновой вектор скажем сравнимы с размером элементарной ячейки лихлевой решетки электронный химический потенциал при половинном заполнении уровня ланда должен быть равен энергии в критических точках в ферме точках энергии возбуждений в окрестности этих точек будет иметь диагностический спектр подобный спектр для ферме вот он да и спектр в реферме некий не 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 ну вот это сигма лпл седьмой элик седьмой элик элик это паулинский матрицы АПЛ это есть текущий локальный ямпульс минус значение против ферме точек для того чтобы вычислить проводимость нужно выполнить вторичные пунктования вести правильные ферме оператор ну вот они имеют вид такой вот это экспоненты соответствующие плюс и минус означает знак энергии отсчитанные от этой нейтральной от верыковской точки а минус а плюс это фермерские операторы которые зависят от п и и и т ну это в диземберговские представления диземберговские вот ну и соответственно все крест имеют вот а эти эти пси минусы являются столбцом из двух переменных плюс а плюс является строкой вот а фермерские операторы вот они ортогональные ортогональные нормированные а излечить измельерковского представления о аналогичное представление имеется на крестности другой точки ток индуцируется электрическим потенциалом пограничной акустической волны ну вот я его взял в таком виде вещественная фирма тоже константа вещественная амега это чистота акустической волны это чистота акустической вот ток индуцируется электрическим потенциалом который является малым членом в полном гонгомертоне сегму а сегму 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 л сегму л сегму л это матрицы паули не это все понятно а а п это локальный импульс пи минус канон вот и минус канон вот и формула куба она значит иметь такой вид минус и е квадрат на аж d r 1 d 2 r 1 это вот оператор тока который я считаю что направлен по оси y вот так оно и есть r r это оператор плотности вот r density оператор оба представления с невозмущенным британианом hb и среднее берется по состоянию с негативным с отрицательной энергией внешние элитические потенциал генерируют переходы от занятых в состоянии окрестности каноль штрих штрих к незанятым состояниям него около каноль и и обратный каноль каноль штрих с отрицательной с отрицательной с отрицательной вот с чего я хочу сказать да ну там есть еще и другая точка значит дерековские точки сама являются граничными но там плотность состояния обращается в ноль поэтому вкладку можно принимать ну вот на остриге плотность состояния ну известные там ток квантовые как бы даже ток 7 лет но имеется неприятность что сформулированный таким образом этот самый средний ток он генерирует значит там есть интеграл по t он оказывается если я оставлю только h0 и все не ввиду никаких релаксации то интеграл по t 1 который был в формуле куба он будет расходиться ну и значит значит лет этого то нужно решать долго задачи рассеяния или точнее об унигиляции пар которые рождались этим самым потенциалом вот но я поступил значит может быть не совсем честно я вижу этот фактор прямо экспонента t1 на tau так что на отрицательных ну это уже t1 это t1 ну я буду нулё на отрицательных т1 это будет экспоненциально затухнуть и значит в результате я могу использовать формула куба получить какой-то ответ для проводенности в таком приближении т2 ну ну значит полагая этот фактор с куба формулы используя известные выражения для тока и для оператора плотности можно получить выполнить требуемое интегрирование и получить компактный результат для среднего тока генерируемым одним электроном в окрестности этой самой точки вот это формулы ну я буду считать что омега тау мало и значит в знаменателе я положу равные единицы значит вот это будет вклад одного электрона но произведение факторов нормализации s-2 и мы получим компактную формулу теперь я уже введу некую совокупность электронов вблизи критических точек и значит и вот генера это будет средняя вина волны электронов в эффективной области около критических точек ну основное за что боролись значит тут много разных вещей вот это лямбда значит это характеристика электронов вблизи точки дираковской точки а вот это k это волновое абсолютное значение волнового волнового вектора поверхностной акустической волны и значит таким образом ток оказывается пропорционален волновому волновому вектору звуковой волны ну и значит это вот имеются экспериментальные данные билеты это я вот это не буду освещать это более сложные характеристики а это вот это сигма это проводимость как функция от волнового вектора поверхностной волны и вы видите какая прекрасная прямая получается ну вот собственно говоря я изложил все я кончу спасибо так вопрос экспериментальным конкурентом квантовых жидкостей половских является видный кристалл может оказаться что ваши вихри заряжены в обличии две модели союза видный кристалл видный кристалл и крестовой это же не вигнеровский кристалл здесь по местам решетки являются вихри я понимаю я это сильно отличается эта система имеет нижение кристаллу я не знаю вигнерские кристаллы имеют энергию связанную с уломом а я по предположению считаю что магнитное поле поле существует ну хорошо это значит что если вы возьмете не 6 тесла поле как у вас а допустим один тесла это вот не будет вообще ну вообще да но все-таки если бы не думая о кулоне вы вычислили бы заряд нашего вихря заряды заряды вихря здесь нет нет не будет он не входит нет выхожу плотность концентрацию частиц термической вихря она будет увеличена она плотность она фиксирована потому что у тебя точно должно быть половина заполниваемого ландала при данном поле да взял поле а это я уже не могу сделать вид наносит перестал потому что надо с энергией сравнить вот есть решетка вихрей а весь колеблющийся вокруг узлов вигнерской решетки не так эти самые вигнер о положении о кулоне можно вообще забыть поскольку он существенно нет похоже что всегда вигнер выпадает из игры автоматически потому что при том поле которое он рассматривает плотность такова что можно пересчитать веронятно это уже вырастет в этих вот камнях так порог вот Серёж я хотел спросить ну вот в старых представлениях условно старых дроби которые видны они имеют эти состояния они имеют дробные состояния они имеют кулоновские щели кулоновские щели я ещё вопрос не задавал нет это устанавливается по там термоаптенционной проводимости и так далее и кстати это изменяется независимо оптически там есть скачки потенциала и просто по разрывам видны масштабы эти я не задавал я не могу сказать в моей модели главное это взаимодействие спектр пока ещё вопрос он не сказал нет я хочу задать следующий вопрос это теория которая предлагается да как независимые или альтернативные или в контр тому она объясняет иерархию щелей и их масштабы которые экспериментально изменят масштабы я могу сказать это же нехорошо мы считали к тому же куча других экспериментов ну при малых магнитных полях есть куча других экспериментов которые помогают когда половина заполнения подтверждают вот ну это отдельная статья одна вторая это просто соответствующая ферме жидкость композитных ферме ионов это отдельный сюжет а я буду говорить про одну треть одну пятую одну седьмую это пройдено многими людьми по термоактивационному поведению у него точно одна вторая он у него по одну седьмую ничего не говорил в начале классификации в родной седьмой там другие вычисления да это чисто в узкой точке компенсация полная нет компенсация полная и при четверти и при четверти ну вот она нарисована при другом седьмой я хочу и все дровя будут так вы решили ну вот я просто хочу сказать что такое очень длинное предположение что люди должны быть из одного уровня ландава значит опровергаются во всяком случае теоретически в более сложных структурах они находят способ избавиться из игры могиле так ну вот еще раз поговорим enterprises которые такие которые бюджет м м м м м да м м м Продолжение следует...